Сегодня в программе Мы испытаем трудности цивилизованной жизни Ой, а меня не пускает Узнаем, сколько стоит прожить в будущем Уже снемся, узнав цену Это не билет на поезд, это плата за скорость Покажем невероятные технологии Космический сервис, сервис будущего Удивительные обычаи Делай, что хочешь, моя госпожа И шокирующее извращение И вот это доставляет мужчинам удовольствие Дмитрий Комаров покажет обратную сторону современной жизни Узнаем, зачем японцы покупают яд Вот этот ящик, пожалуй, может убить целую армию людей И попробуем смертоносный деликатес Этот яд в сотни раз опаснее, чем цианисты калий Токио Токио Самый большой мегаполис в мире Здесь проживает 35 миллионов человек Столица Японии Рекордсмен во многом Здесь самая развитая в мире система метро Которая обслуживает 10 миллионов пассажиров каждый день Самый большой рыбный рынок в мире И самый большой пешеходный перекресток на планете А еще это мировая столица роботов Поэтому новую экспедицию я решил начать с поиска Самых прогрессивных машин и технологий будущего Чтобы увидеть то, что раньше было возможно только в фантастических фильмах Первым делом я решил на поезде будущего Добраться до самого невероятного робота в стране В путешествии по Японии вы никак не обойдетесь без суперсовременных скоростных поездов пуль И вот сейчас мы на центральном дорожном вокзале Токио И отсюда первый скоростной поезд отправился, между прочим, 1 октября 1964 года Да, сложно представить, но будущее в Японии настало именно тогда И в показательной поездке этот поезд разогнался до 200 км в час В 1964 году Сложно представить, какими стали эти поезда сегодня И мы это узнаем прямо сейчас Синканцен это самый быстрый, самый модный, самый крутой поезд в мире Сейчас я попробую купить билет Один человек Друзья, я хочу показать вам, какая дорогая страна Япония И речь даже не о стоимости билетов на поезда Я вам просто покажу, как могут выглядеть 100 долларов в этой стране У меня в руке сейчас 100 долларов или 11 тысяч иен Сейчас мы с вами ужаснемся, узнав цену Итак, проехать расстояние порядка 300 километров Это 80 долларов США Ой, а меня не пускает А что случилось? Почему не пускает? Это билет туда-обратно Да, туда-обратно купил, да А почему меня не пускает? Ты купил билет на экспресс, а к нему еще нужен обычный билет А почему нужно два билета на один поезд? Вторым билетом ты платишь за время, чтобы ехать в быстром поезде, а не обычном Все, я теперь разобрался Арикато гу займас Друзья, не все так просто Я купил билет на скоростной поезд, но это не билет на поезд Это плата за скорость А для того, чтобы попасть в поезд, нужен еще обычный билет на обычный поезд Как все сложно Фух, ну что, поехали Господи, а тут только кредитные карточки В общем, короче, так я, кажется, опоздаю на свой поезд Карточку запускаем Нет, здесь не то Я запутался, помогите, пожалуйста Я не могу, я работаю Пожалуйста, я не могу разобраться, я поздравляю на поезд Ладно, я позову коллегу на помощь Да уж, тот случай, когда хочется сказать Проще на Эверес подняться, чем купить билетик Причем сами работники станции тоже путаются Что-то пошло не так А в чем проблемка? Завис Не нажимай сюда О, ура Благодарю Здесь, друзья, когда путешествуешь по Японии И вот эти бумажки по 10 тысяч Или практически по 100 долларов Они улетают вот только так Очень дорогая страна И так получается, друзья, что мой билет обошелся мне 12 с лишним тысяч Это где-то 120 долларов За расстояние приблизительно 300 километров Так, теперь надо разобраться Вот Девушка Девушка Симасэн Вот у меня 4 билета Что мне куда вставлять? Это обратный билет Вот эти два, да? Вы уже опаздываете? Спасибо Спасибо Вот так вот О Что, теперь Ищем наш путь Наш путь Вот указатель Друзья Прекрасный указатель Посмотрите на него Но я знаю Есть волшебная цифра 7,40 Мне ехать в 7,40 Вот форма 19 Перед тем, как вы едете Лучше зайти в интернет И на английском все прочитать Чтобы знать ключевые цифры Вот, пожалуйста 7,40 Поезд 101 Платформа 19 Потому что вот Если О Вот сейчас видите Переключилось О-о А это не мой поезд Это в Хиросиму А мне не в Хиросиму В итоге не без помощи местных Я все-таки разобрался И нашел свой поезд будущего О, вот они красавцы Вау Вау На него нужно смотреть С носа Потому что это не поезд Это птица Мы уже опаздываем Я все-таки успею Показать вам нос Этой птицы Друзья Оцените эту красоту Его называют Поезд пуля Поезд птица Потому что непонятно Он парит над землей Или едет По рельсам Скорость Где-то В среднем 300 км в час Чтобы достигнуть Такой скорости Создателям пришлось Серьезно поработать Над аэродинамическими формами И в этом японцам помогли птицы Вот эта форма Носовой части поезда Повторяет форму Клюва Зимородка Который тоже Разгоняется И ныряет в воду Получается Преодолевая Сопротивление воды Точно так же Поезд Преодолевает Сопротивление воздуха Он его рассекает Разрезает Быстрее Быстрее Пошли 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 Вот Ребят Так выглядит салон Смотрите Это все Сиденья-трансформеры То есть Если вы едете Большой компанией Вы можете Развернуть Ряд сидений И сидеть Лицом Друг к другу Вот мы сейчас едем Со скоростью 280 км в час На этом участке Максимальная скорость 320 км в час В повседневном режиме А в тестовом режиме Этот поезд разгоняли Почти до 500 км в час Но это была Единоразовая акция Показательный случай Но сейчас уже На самом деле Активно разрабатываются Поезда на магнитных подушках Которые будут парить Над землей И перемещаться Со скоростью 500 км в час В среднем И они появятся Достаточно скоро И заменят Нынешние Синкансены Поэтому скорость Перемещения по Японии Изменится кардинально Да, конечно, впечатляет А теперь туалет, друзья Туалет в поезде Это то, что Тоже всегда Становится поводом Когда ты задумываешься Может лучше самолетом А может лучше на машине А может лучше на автобусе Только чтобы не выйти туалеты А тут, пожалуйста, посмотрите Унитаз Это не просто унитаз Это унитаз-компьютер Нажимаем Крышка опускается Нажимаем Крышка поднимается Чтобы не было контакта С этой поверхностью руками Так Туалет Шикарен Вот, пожалуйста Для тех, кто хочет Вредить здоровью Есть вот такие Комнаты для курения А это то, что вы видите Это неправда Такого не может быть В Японии не ездят Вот так вот на полу Зайцам Ну, видимо, какая-то случайность Я не знаю Вот, друзья Самое невероятное Что мы едем 300 км в час И вот, видите Я ровно иду Вообще нет Никакой качки Никакой труски Идеально Он просто вот Идет как по рельсам Да Вот здесь это выражение Приобретает истинный смысл Прокомпостируйте, пожалуйста Спасибо Прикольно, друзья Здесь компостируют талончики Фуджи видна О, Фуджи, друзья Фуджи Вау Фудзияма Кормят за 13 долларов В поезде будущего Такой фуджи Фуджи Фудзияма Естественно, символ страны Открываю Что я вижу? Палочки И вот такой достаточно диетический Типично японский обед Просто вот такие рисовые треугольники Есть, кстати, суши с угрём Есть омлета Кусочек овощей Вот это я ещё не понял, что такое Мужчина, вы не знаете, что это? Это лепёшка из рыбного фарша Селёдка То есть это из Селёдочного фарша Да, это рыба Бабушка Здравствуйте Приятного мне аппетита А вы почему не кушаете? Я уже позавтракала дома Хотите, я вас чем-нибудь угощу, нет? А вы помните, когда первый скоростной пояс появился в Японии? 50 лет назад 50 лет назад А 50 лет назад какая скорость была? Очень большая, как в самолёте В окне всё мелькало Мне было страшно Вот так, друзья, вот вы знаете Спасибо, арика, только займас Большое спасибо Вот мы все поражаемся, что Япония – страна будущего Здесь суперскоростные поезда Для нас это уже поезда будущего А здесь эти поезда будущего были ещё 50 лет назад И сегодня к ним просто привыкли Это повседневность, это обыденность В этом нет ничего удивительного Очень печально, что у нас пока такого нет И до этого ещё очень и очень далеко Есть только корейские поезда, которые ломаются И есть большая надежда, что когда-нибудь японские технологии придут к нам Вот, приехали Секундочка в секундочку, друзья И эти поезда, синг-концены, они никогда не опаздывают Да, друзья, это просто мечта Как хотелось бы, чтобы такие поезда появились у нас Только представьте, как было бы удобно Можно добраться из Киева до Житомира за полчаса До Одессы, Харькова или Днепра за два часа До Чопа за четыре часа А всю страну пересечь буквально часов за шесть Куда-то было бы здорово Остаётся пока только мечтать И надеяться, что такое появится Япония нравилась мне всё больше Поезда меня просто покорили А роботы, о которых раньше я только читал в книгах Оказались не фантастикой, а самой настоящей реальностью Я прошу прощения, можно ли к вам обратиться? Я хотел бы немножечко утолить жажу Здравствуйте Значит, Даниэль Привет, Даниэль Хотите, верьте, хотите нет Но это робот-бармен в одном из дорогих японских ресторанов Управлять Даниэлем очень просто Здесь есть пункт управления Но тут правда загадка Вот я подошёл, смотрите Всё на японском языке Непонятно, как переключить его на английский Давайте тогда действовать наугад Итак, Даниэль, приготовь мне Закрываю глаза Видимо, сначала надо оплатить Если честно, то с таким автоматом я столкнулся впервые И пришлось повозиться Давайте так попробуем Закрытыми глазами Раз, два, три Вы не туда жмёте Да А, вот, друзья, какие-то коктейли появились Вот такой пускай будет Вам уже есть 20 лет? Спрашивает Есть мне 20 лет Подтверждаю Ай, выскочил из меню Давайте ещё раз О! Вот, я бросил монетки Красавчик оживился Смотрите, он насыпает лёд И что он наливает? Смотрите, друзья, он джин наливает Он налью мне джин А теперь наливает минералку Смотрите, это джин тоник Вот он Космический сервис Сервис будущего Как достать? Открой, пожалуйста О! Так, ещё и открываешь Спасибо, друг Я бы пожал тебе лапу С удовольствием Но боюсь, что ты меня прищебишь Вот так, друзья Будущее существует Твоё здоровье, друг Впечатлены? Но это ещё цветочки Настоящий шок Ожидал меня совсем рядом Робот-шеф-повар Сейчас будет готовить Для меня блинчики на ужин Робота зовут Андрюха Как на нём написано Шеф-повар Андрей Это наш пацан И блинчики должны быть очень хорошие Выливает тесто на плиту Не просто выливает Покрутил, чтобы каждая капелька упала Теперь вот эту смесь растирает Придает ей форму блинчика Дружище! Дружище, пригорит! Пригорит! Быстрей давай! Быстрей, быстрей, быстрей! Переворачивает Вот точно взял И... Опа! Класс! Перевернул Андрюха пока вот Жарится наш блинчик Как на мияке Он танцует, показывает Какой он крутой шеф-повар Робот Это просто завораживающее Какое-то зрелище Класс! Давай, Андрюха У меня уже слюнки текут Давай, давай Андрей, Андрей! На самом деле, друзья Это, конечно, никакой не искусственный интеллект Не искусственный разум Это старый, добрый, отработанный робот Который давным-давно используется в Японии Только обычно на заводах и предприятиях Вот именно такие роботы Они собирают машины Всевозможные механизмы Закручивают винтики Вставляют какие-то заклепки То есть вот конвейерное производство Автоматизированное Используют вот такие машины Но только у них, естественно, нет головы Тут голова – это просто декорация А вообще есть компьютерная программа И она четко регламентирует каждое движение С точностью до миллиметра Ну что, друзья, Андрюха Закончил свою работу Сейчас посмотрим, шеф-повар молодец Или до человека ему еще далеко Вот укладывает царелочку Аккуратный, зараза Какой же он аккуратный Вот мне бы у него получиться У меня такой чистоты на кухне никогда не будет Все ставит на свое место Вот, пожалуйста, он взял соус Смазывает кисточкой блинчик Фантастика Его же можно позвать и дома убирать И стены красить Судя по всему, раз он кисточкой так орубит Вот хотел бы я такого на кухне у себя иметь Просыпаешься, а завтрак уже состряпан Посуда помуха Шутки шутками, друзья Все к тому и идет Пройдет 10-20 лет И мы действительно увидим, наверное, уже Полностью автоматические роботизированные рестораны И когда-нибудь дойдет до того Что мы видели еще в 90-е годы В фильме «Терминатор» Восстание машин Вот здесь, в этом месте, начинаешь верить, что такие киношные сценарии из 90-х годов Могут стать реальностью Итак, друзья У меня в руках ужин, приготовленный не человеком, а роботом Попробуем Очень вкусно, Андрюха Андрюха молодец Я в восторге, я влюблен, можно сказать У этого робота Андрюха, пять баллов Я смотрел на робота-повара и думал Что вряд ли в Японии меня что-то удивит сильнее Но следующий шок мы с оператором испытали совсем неожиданно Когда просто заселялись в отель Обычно такие моменты мы не включаем в программу Но это был особый случай Боже, какой-то замок Ничего Можно два номера? Да, конечно О, господи О, господи, боже мой Прокурено Ой, что за дизайн? Красная дорожка какая-то Куда я попал? Боже, какая ванная, друзья Я такого еще не видел Стекло Стекло в комнату То есть Заходишь в ванную и видишь кровать Видите, туалет без двери Вот такая, кстати, очень прикольная система японской экономии воды Сверху есть краник Когда ты сливаешь воду Вот ты можешь водой, которая наполняет бачок заново, помыть руку Но я и предположить не мог, какие сюрпризы ждут нас дальше Тут какая-то решетка Друзья, и это отель Она открыта Посмотрите Это мы попали в отель Оказалось, в номере есть две комнаты Одна из которых тайная И заполнена самыми невероятными приспособлениями для сексуальных утих Смотрите вот на этого испуганного, покрасневшего Александра Который, смущаясь, смотрит на все это Давайте изучать внутреннее убранство этого роскошного номера Скажу так У нас, в принципе, в школе на физкультуре был козел Мы тренировались, прыгали на него вот так Вот, но этот козел Точнее, конь явно не для этого И это становится понятно, когда садишься на него и видишь вот здесь бирку То есть, ой, фу Она явно функциональна Я могу предположить, что Как-то вот так пристегивают руки Вопрос такой, кому? Мужчине или женщине? Ну, судя по дырке, наверное, мужчине И Дальше Женщина там уже, ну, придумает, что ей сделать Смотрите, какая-то гильотина просто Это страх и ужас Я, пожалуй, воздержу все в комментариях Я думаю, взрослые все и так поймут Деткам хочу сказать, что это спортивный зал Здесь растяжку практикуют Прыгают через коня Здесь можно Так вот распять Свою спутницу Или своего спутника Распять Может быть и не пять Ну, кто как может То есть, тут желающие удовлетворить свои сексуальные фантазии И извращения могут творить какие-то чудеса Я, честно говоря, не знаю Я в этом плохо разбираюсь Но вот как-то эти штуки надо использовать Такое, как в фильме «50 оттенков серого» Там главный герой Любил такие штуки, Саня Ты не знаешь, как сюда залезть? А, вот так Вот видите, Саня более опытный Он все-таки уже человек семейный Он знает, как пользоваться такими штуками Проверим, насколько оно функционально Я положу на коня камеру Присядь Ты меня потом отстегнешь? Смотря как ты будешь себя вести Не подумайте плохого, но в виде эксперимента я пристегнул Александра Дмитриева Попробуй, ты можешь отстегнуться? Нет Ну, в общем, что вам сказать, друзья Нежданчик, как говорится То есть, вот увидеть такое в отеле Я предположить такого не мог Давайте вот посмотрим на это И порадуемся, что мы живем в нашей стране И у нас такие извращения, возможно, и есть Но не так распространены, как здесь Когда в отелях можно арендовать поводок Поводок, естественно, не для собаки Какая-то жесть просто Честно говоря, мое сознание отказывается верить в то, что я вижу Но вот это номер гостиницы На окраине Токио Я до последнего надеялся, что произошло странное недоразумение И мне достался такой удивительный номер Пошли посмотрим твой номер У меня уже интересно Там пара-рам Друзья, я не буду вам показывать, как садятся в это кресло Потому что не умею и не знаю Этот номер говорит сам за себя И очень многое говорит нам о яфоне Как бы вам сказать, друзья Я думаю, врачи меня поймут сразу А не врачи, пускай думают, что это уточка Такая игрушечная металлическая уточка Но вообще это на самом деле медицинский инструмент Для того, чтобы проникать в труднодоступные зоны организма В этот момент стало очевидно Мы попали не в обычную гостиницу А в так называемый лав-отель Это гостиницы для любви Которые в Японии абсолютно легальны И невероятно популярны Каждый японец хотя бы несколько раз Обязательно бывал и кое-чем занимался Вот в одном из таких отелей А многие посещают их регулярно Это считается нормой И никто не стесняется об этом говорить Тематические номера очень популярны А вот эти лав-отели На самом деле их в Японии больше 25 тысяч И поход в такое заведение со своей партнершей Не считается чем-то зазорным Идем, я не буду здесь ночевать Пошлю лучше спать в каком-нибудь дешевом отеле Капсуном на окраине Забираю кузов Пончивай еще раз Здравствуйте Вы вот когда увидели двух мужиков И поселили их в такие номера Вы что подумали? У нас очень часто заселяются мужчины Потом к ним приходят женщины И чем они там занимаются, мне уже не важно Это же лав-отель Чего вы хотели? А сколько лет вы уже работаете в этом отеле? Уже 30 лет Слушайте, как вы к этому всему относитесь? Это нормально В Японии очень маленькие квартиры И многим молодым семьям, которые живут с родителями Просто негде заниматься любовью А правда, что где-то процентов 30, а то и 50 японцев зачаты вот в таких отелях Да, это действительно так Вот так, друзья Мы попали в отель Ну что, по крайней мере полезный опыт И вы увидите такие уникальные кадры Это было очень интересно Но спать мы будем где-нибудь в другом месте Пошли искать ночлег Мы решили больше не рисковать И заночевать в самом дешевом Но проверенном, надежном, классическом для Японии отеле Аналогов которому в мире не существует В номере ваш рюкзак точно не поместится У нас есть камера хранения Здесь я кладу свой рюкзак Здесь же я оставлю свою куртку Потому что места экстремально мало Спасибо большое Вау, как интересно Здесь все в стиле аниме Повсюду картинки из этих знаменитых японских мультфильмов А вот, друзья, мы с вами наконец-таки видим впервые Те самые капсульные отели Это такие действительно капсулы Их можно назвать сотами Для пчел их можно назвать просторными гробиками Включился свет А там внутри девчонки Это такие специальные подушки Забавы для взрослых в Японии, похоже, меня преследуют Подождите, это же не подушка Это сразу пять подушек в одной Ничего себе, подушка, посмотрите И она еще с такой девчонкой, смотрите, сексуальной Коротенькая юбочка Декольте А для чего такая большая подушка? Чтобы вместе с ней спать Вот так, в обнимку А-а-а-а, я понял Вот так вот ее можно обнимать и спать Для тех, кому не с кем спать Есть вот такие прекрасные отели с подушками Ну что, дорогая, отправляйся обратно в номер Оп! Ой, вот так вот Ой, тут и простыня тоже с девушкой красивой Забираться, конечно, приходится вот так вот по лесенке Не очень, возможно, эстетично На карачках Ну Вот я дома Видите, в каждый номер входит пижамка Потому что На самом деле эти отели Чаще всего используют офисные работники Которые опоздали на последний поезд метро И они уже не хотят тратить деньги на такси Поэтому ищут ближайший капсульный отель Приходят вот прямо в своей рабочей одежде Снимают костюм, оставляют его в камере хранения Передеваются в пижамку Итак, дорогая, подвинься Будем смотреть телек Беру пульт Включаю Также есть радио Можно подбирать волну Можно регулировать громкость Будильник Который можно себе установить Чтобы не проспать На следующий день встречу После пьянки Благодаря которой ты опоздал на метро И оказался в этом отеле С мультяшной девушкой Так вот Вот так Вот так В принципе, мне кажется Здесь даже два человека сможет уместиться Места хватит, наверное Если в обнимочку С настоящей девушкой Ну, надо спросить Скажите, пожалуйста А вдвоем вы пускаете в одну капсулу? Нет, в номере можно селиться только по одному Рядом с вами уже есть прекрасная девушка Настоящих девушек мы в отель не пускаем Почему женщинам сюда вход воспрещен? Изначально в этом месте была сауна А по японским традициям Ходить в сауну можно только мужчинам Вы сами ночевали в капсульных отелях? Да Почему именно в Японии это так популярно? В Японии очень много людей Поэтому мы экономим место Такие отели позволяют разместить сразу много гостей Этот отель называют камерой хранения для людей Стоит такая ячейка 45 долларов в сутки И это самый дешевый вариант ночлега в Японии Кроме капсул тут есть и другие удобства И менеджер отеля спешит похвастаться Это вот, понимаете, японская вежливость Мы так никогда не выйдем Я хочу пропустить его вон меня Вы знаете, друзья, вот что еще давно вам хотел показать Это очень необычная на наш европейский взгляд Душевая кабина общественная В Японии такие очень популярные То есть это сидячая душевая Ты садишься на вот такую табуреточку Перед тобой зеркало Ты себя отлично видишь Здесь стоят шампуни, гели для бритья, после бритья Приходишь туда со своей бритвочкой Садишься, побрился Взял душ, помылся, все сидя Удобно, кстати Привел себя в порядок И пошел по своим делам Это библиотека, ссылаешь Что за книги здесь? Это все японские комиксы, манга Открываешь любую книжку И тут истории в картинках Сколько у вас здесь книг? 25 тысяч 25 тысяч, грубо говоря, комиксов, друзья У меня сидят взрослые мужчины Читают Естественно, есть и на взрослые темы Конечно же Почему мужики так любят эти места? Потому что аниме очень часто рассказывают откровенные истории Не просто рассказывают, а еще и показывают наглядно Вот, пожалуйста, любовь Порно-аниме Это, конечно, сугубо японская фишка Какого не встретишь больше нигде в мире Пожалуйста, открываем любой журнал И что мы видим? Детей прошу отойти от экрана Пожалуйста Листаем и видим взрослые веселые картинки Если в библиотеках такой ассортимент То что же тут продают в книжных магазинах? Следующим утром я решил это проверить Для того, чтобы каждый из вас понял Что Япония – это абсолютно другое сознание И другая ментальность Я вам покажу хит этого сезона Самую популярную детскую книгу Которая разошлась миллионным тиражом Друзья, я нашел этот шедевр И я уже не могу сдержать смех Вот, пожалуйста, присмотритесь Здесь витринка и здесь шесть томов книжки На обложке каждой из них Изображен вот такой мультяшный персонаж Угадайте, что это? Друзья, вы никогда не догадаетесь Это какашка Это главный герой детских учебников Которые обучают алфавиту японскому Иероглифам малышей И все здесь объясняется им на примере какашки И вот мы открываем и видим первый иероглиф Похожая на кость палочка Этот иероглиф обозначает единицу И вот дальше иллюстрация Обязательно на каждой страничке Чтобы ребенку было проще запомнить Ребенок едет в поезде За окном у него горы И он везет в руках какашку Дальше ребенок должен выполнить домашнее задание И написать законченную фразу Которая обязательно содержит этот иероглиф То есть единицу И слово какашка И что здесь ребенку предлагают написать? Воткнем в какашку один карандаш Вот такой замечательный детский урок Чтобы вы себе представляли Это супер популярная книга Это хит сезона Больше миллиона экземпляров уже продано Их раскупают Вот кстати тут мама с детками Давайте спросим попробуем Такую книгу читали в школе? Конечно Как тебя зовут? Той Дарюки Той Дарюки Я Дима Не бойся ты меня Поздоровайся со мной В Японии не принято здороваться Я поклоню Привет Скажи вот Нравится тебе эта книга? Да Да? Ребенка мы напугали камерой А вот Почему выбрали именно какашку Для того чтобы дети изучали алфавит? Вот не понимаю Это же очень весело Деткам такое нравится Друзья продолжим изучение Вторая страничка Это естественно число 2 Иероглиф который обозначает 2 И тут мы видим иллюстрацию Дом из окна которого летит Ну вот летит оно Задание здесь следующее Нам же нужно Чтобы детки запомнили цифру 2 И иероглиф который обозначает 2 Поэтому из окна второго этажа Летит какашка Говорит нам первое задание Положим 2 какашки в ранец друзья Я плачу друзья Ничего У ваших деток есть такая книга? Конечно Это же самая популярная детская книга Я вот не могу понять в чем причина Мы изучали иероглифы серьезно А в этой книжке все смешно Дети вроде дурачатся Но при этом мучатся А тебе нравится книжка какашка? Да? Ну видите детям нравится Что ты знаешь Вот у меня уже просто нет слов Я даже смеяться не могу Этот иероглиф обозначает слово мама Мама самое святое И возьмем какашку палочкой И покажем маме То есть понимаете Когда ему нужно будет вспомнить слово мама Он вспомнит слово какашка и палочка Вот вот У меня просто не хватает нервов Так друзья А мы продолжим осваивать алфавит Я на самом деле По японским томеркам Младенец Давайте вот так методом Генератора случайных писем Выберем страницу Это магазин с какашкой И написано что Только в этом месте продаются какашки Друзья Да я таких магазинов знаете сколько знаю Очень много у нас магазинов Где продаются только Где только это и продается Возьму себе эту уникальную библиотеку Миллион экземпляров друзья Миллион Было продано в Японии Фантастика просто какая-то Вот теперь у меня есть такая Говняная домашняя библиотека Все пошел на кассу Для Японии подобная дикость норма Чтобы убедиться в этом Достаточно посмотреть один из самых популярных детских мультиков Где главный герой Сами понимаете кто Точнее что Внимательно читайте титры с переводом Ун-то-де-ро-ун-чи Ун-то-де-ро-ун-чи Генера на к Тометке Mama Ун-то-де-ро-ун У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Пу-у-у-у-у-у-у-у-у! С NI since на ладжином летает, с来了 Южно-карик informations. У logo! Умом эту страну не понять, и она, похоже, решила добить меня окончательно. Я собирался просто позавтракать в одном из токийских кафе, но и тут не обошлось без сюрпризов. Все розовое такое. О, господи, привет! Привет! Какая девчонка! Здравствуйте, мой господин! Заходите, я выполню все ваши желания. Та-та-да! Причем, друзья, это раннее утро. С возвращением, мой господин! С возвращением! Спасибо! Я вообще не был здесь еще! Привет! Присаживайтесь! Аригото! Я вообще не понимаю, куда я попал? Ну, приветики, давай знакомиться. Как тебя зовут? Меня зовут Риначи. Риначи, привет, я Дима. А, нельзя... Мой господин! Нельзя трогать, я понял. Ко мне нельзя прикасаться, на меня наложено заклинание. Какое заклинание? Если ко мне притронуться, то я превращусь в облако и исчезну. Все это выглядело, мягко говоря, странно. Япония удивляла меня все больше и больше. Девочки-школьницы в костюмах горничных шутили на уровне детского сада. При этом заведение было явно предназначено для взрослых. Что здесь у вас можно делать? Вы дома, отдыхайте. Мы покормим вас и доставим удовольствие. Выполним любое желание. Да уж, зашел позавтракать. Тут явно не просто ресторан. Ты будешь выполнять все, о чем я тебя попрошу? Ну, почти все. В рамках приличия, конечно. Но сначала надо поесть. Попробуйте коктейль, он такой вкусный. Я его буду готовить сама и вот так перемешивать. Друзья, цены, конечно, очень большие. Ну, понятно, что приходят сюда не за тем, чтобы поесть, а чтобы пофантазировать. Вот, ну, вкусаются цены. А вот и горячие напитки. Кофе у нас просто волшебный. Кофе за 6 баксов. Чай за 6,5, за 7 долларов. Круто. Ну, смотри, я возьму фирменный омлет. Давай, тащи. Слушаюсь, мой господин. Все девчонки школьницы, всем им по 17 лет. Некоторым, кстати, даже меньше. Поразительно, но сотни клиентов каждый час приходят в эти заведения. В основном это взрослые мужики, которые просто балдеют от общения с этими девчонками. Вот в этом феномен. Слушай, сколько тебе лет? 17. Ты уроки успеваешь делать? Конечно, нам выделяют время для школьных занятий. Но вы не должны беспокоиться об этом. Давайте я принесу вам еду. Я попал в так называемое Мейда-кафе. Каждый гость здесь господин. А эти красавицы в коротких платьях его обслуживают. Дождался уже, наверное, омлетика. Ну все, птичка прилетела. Вот, друзья, видите, здесь все в такой игровой манере, как вот в школе. Птички прилетели, пьё-пьё-пьё, принесли твой омлетик. Хочешь кушать омлетик? Вкусненький омлетик, сердечко, тарелочка. Будешь вкусненький, пьё-пьё-пьё. Что ты хочешь, чтобы я написала на твоём омлетике? А что обычно просят клиенты, которые приходят к тебе? Говорят, делай, что хочешь. Такую стиль у мужиков японских. Они любят, чтобы женщина, особенно школьница, всё решала. Делай, что хочешь, моя госпожа. Боже, друзья, это же так мило. Она нарисовала зайчика. Зайчик! Боже, какой милый зайчик! Попробую, да? Погоди, нужно сказать заклинание, чтобы было ещё вкуснее. Вообще-то я пришёл сюда просто поесть. Но в итоге сделать это мне не давали. Детские игры, стишки, заклинания. Быстрее бы всё это закончилось. Омлет остывает. Ты знаешь, вот мы сейчас играемся, прикольно, конечно, но мне кажется, я уже старый для таких игр. Не обращай внимания на свой возраст. Кушай волшебный омлет и станешь ещё моложе. Боже, друзья, как это трогательно, когда 17-летняя девочка говорит тебе «Не обращай внимания на свой возраст, всё нормально, ты ещё не старый». Но поесть, мне кажется, сегодня не суждено. Только рука потянулась к вилке, как началось очередное шоу. Привет! Привет! Заждался. Смотри, что мы принесли. Мы сейчас будем делать тебе коктейль. Поиграй с нами. Мы будем говорить «хури-хури», и ты повторяй за нами «хури-хури». На что только не согласится голодный мужчина, чтобы всё-таки съесть свою яичницу. Я повторял эту чушь и не мог поверить, что всё это происходит со мной в реальности. Мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой. Аригото, друзья. Это, конечно, детский сок «вторая четверть». По-другому сказать не могу. Ну, взрослым нравится, мужикам нравится, японцам нравится. Ты, наверное, голодный. Мы уйдем и оставим тебя. Все, спасибо, девчонки. Да, давайте. Учитесь хорошо, главное. Несмотря на работу интересную, не забывайте делать уроки. Я ел холодную яичницу, смотрел вокруг и поражался тому, насколько сильно тут боготворят школьниц. Не только в сотнях подобных ресторанов. Школьниц можно увидеть везде. По всему городу они что-то рекламируют. Работают в магазинах, зазывают в рестораны. В России существует и подпольная секс-индустрия. Школьниц продают. Вообще, в плане взрослых развлечений тут можно встретить просто страшные вещи, которые откровенно шокируют. Возвращения, с которыми можно столкнуться в Японии, иногда приобретают просто какие-то фантастические неземные масштабы. В это сложно поверить. Вот, пожалуйста, смотрите, есть автомат, продает газировку. А рядышком такая занавесочка. Заходим, и вы никогда не поверите, что мы тут увидим. О, друзья, царство разврата. Это автомат по продаже использованных женских трусов. Да, это очень популярное развлечение в Японии. Трудно объяснить его природу, но здесь много фетишистов. И мужики после работы иногда покупают вот такие поношенные трусики. Говорят, что их натягивают на голову, их нюхают. Опять же, нашему нормальному человеку это просто не понять. Но здесь это очень популярно. Вот самое интересное вот на этой полке – это трусы школьниц по 20 долларов. Вот, пожалуйста, школьница сфотографирована в этих самых трусах. Потом она фотографирует, как она их спускает. И дальше эти трусы попадают в свободную продажу. Японцы сходят с ума от юных нимфеток. Старшеклассницы этим пользуются и часто приторговывают ношенным бельем. Утром перед школой девчонки заносят свои трусики в секс-шопы, получают вознаграждение и отправляются на уроки. Кстати, еще есть особенный секрет, что чем большее количество дней девушка носила трусики, тем дороже они стоят. То есть если она их носила не снимая, не стирая неделю, то они могут стоить несколько сотен долларов. Следующие трусы, пожалуйста, это трусы вот этих двух школьниц. И тоже они сфотографированы обязательно. По 30 долларов США. Мама дорогая, что я вижу? Что происходит? Я не могу этого объяснить, не могу понять. В принципе, учитывая, насколько дорогой этот товар, для извращенцев существует даже криминальная отрасль товаровства трусов. Есть мужики, которые стараются зайти в женскую переодевалку, в спортклубе, в сауне, в школьную особенно переодевалку, потому что трусы школьниц ценятся особенно высоко. И воруют трусы, потом их перепродают или используют для своего личного удовольствия. Вот такие чудеса. Но поскольку профессия вынуждает меня все испытывать на себе, сейчас я совершаю, наверное, самую странную покупку в своей жизни. Итак, друзья, как купить трусы? Берем купюру в 10 долларов. Я возьму самые дешевые трусики. Погружаем в автомат. Он проглатывает купюру. Также полагается выбрать товар по номеру. Я возьму самые-самые дешевые трусики за 10 долларов. Номер 17, счастливое число. Нажимаю кнопочку. Фу! Фу, друзья, фу! Там так грязно и вообще здесь как-то грязно. Здесь какая-то энергетика, знаете. Непонятно, какие люди здесь бывают. Вот, пожалуйста, какие-то трусы. Это правда, друзья. Это ношеные трусы. Возьму тряпочкой. Ну, друзья, это ношеные трусы. Действительно, не обманули. Они дешевле в два раза, потому что нет фотографий, как эти трусы снимали. И поэтому они дешевле. Вот те, что с фотографиями, в два раза дороже. Стоят 20 долларов, друзья. Чувствуется запах несвежести. Чувствуется, что они ношные. И вот это, простите, это доставляет мужчинам удовольствие. Доставлю я кому-то удовольствие, выброшу в мусорку, они будут пахнуть еще сильнее. Может, кому-то понравится. Использованное нижнее белье – товар популярный и продается не только в таких укромных местах. В огромных секс-шопах, например, есть целые отделы, где исходнее на любой вкус. Пожалуйста, есть ношенные трусы славянской девушки по имени Юлия. Куда катится этот мир и эта Япония? Вот, пожалуйста, фотография. Девушка на кухне снимает трусы, которые теперь тут продаются. Японцы почему-то получают от этого огромное удовольствие, когда держат в руках ношенное женское нижнее белье и нюхают его, трогают, просто хранят дома, коллекционируют. Это кошмар, и это страшно себе даже представить. И сложно понять. Вот тут целый пакет, трусы целой компании. Ну, в принципе, по качеству видно, что все это ношенное. Вот есть фотографии. А, причем здесь, в частности, есть трусы взрослых женщин, женщин, которым уже за 50. Такие товары тоже востребованы, и на них есть свой купец. В Японии много шокирующих, абсолютно непонятных нам явлений. Вот так, например, продают смертельный яд. А трава содержится в самом дорогом японском деликатесе – элитной рыбе фугу, которая продается с аукциона за фантастические деньги. Каждой из этих рыбин яда хватит, чтобы убить 40 человек. Мы в столице фугу, в городе Симоносеки. Здесь живут самые лучшие рыбаки и невероятные разделщики смертоносной рыбы. Они знают, как приготовить ее, съесть и выжить. И сегодня я стану одним из них. Каждое утро в 3 часа утра всю ядовитую фугу свозят в этот цех. Здесь специалисты ее сортируют в зависимости от размера и в зависимости от наличия яда. Потому что на самом деле фугу существует порядка 100 видов. Вот это, друзья, например, называется Шимофугу. Ее еще называют фугу-зебра, потому что она полосатая. Вот это уже другая фугу, маа-фугу. Тоже очень ядовитая, но видите, окрас совершенно другой. Без перчаток, кстати, брать категорически запрещается, потому что кожа тоже содержит яд. Что это она? Она, по-моему, из нее вытекает яд. Кстати, да, друзья, я пошутил, но я не оговорился. Это выходит икра, а в икре содержится огромное количество яда. Икра смертельно ядовита. А вот, друзья, знаменитая, очень популярная тора-фугу. Посмотрите, пятнистая. То есть она живая, я ее взял в руки, она разозлилась и раздулась. О, мне кажется, что сейчас лопнет просто. Слышим звонок, это значит, начинается ежедневный аукцион. Это происходит каждый день где-то в 3 часа 30 минут утра. Мужики беспрерывно произносят странные заклинания и помещают руки в тканевые рукава. Так проходят торги. Фугу невозможно просто купить в магазине. Она доступна только на аукционе и только избранным. Вот расскажите мне про этот магический ритуал торгов. Продавец произносит какие-то непонятные звуки. Давай, 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 давай. А покупатель берет его за пальцы. Это делается для того, чтобы покупатели не узнали, какую цену предложил другой. Вот, смотри, один палец это 100 долларов, два – 200. А если предлагают больше 500 долларов, то есть тайные шифры, как правильно нажать на пальцы. Ваш личный рекорд. Ваша самая дорогая рыба за всю жизнь. Одна рыбка за 2000 долларов. Вот, пожалуйста, прозвенел звонок, это значит, аукцион закончился, вся рыба отправляется по цехам на разделку, чтобы потом отправиться по всей стране, по элитным ресторанам, где будет продано за сотни долларов. Господин Хирооко – владелец одного из разделочных цехов элитной рыбы. Что вы сегодня приобрели? Купил немного тора фугу. Какую сумму потратили, если не секрет? Сегодня немного, примерно 7 или 8 тысяч долларов. 7-8 тысяч долларов. Сегодня, друзья, немного, 7-8 тысяч долларов. А ваш рекорд личный? Вот, самая дорогая фугу рыба. За одну рыбу отдавал по несколько тысяч долларов. А фугу за 1000 долларов – это вообще нормально. Ну, то есть, друзья, одна рыбка за 1000 долларов – это здесь норма. Такое бывает часто, особенно в пик сезона. А теперь мы с Хирооко отправляемся в разделочный цех и увидим, что происходит с фугой дальше. То, что вы увидите дальше, откровенно шокирует. Особо впечатлительных прошу отойти от экрана. Пожалуйста, в каждом ящике такая пенопластовая табличка с иероглифами, обозначающими породу, фугу. Все это отправляется на конвейер, участником которого я тоже сегодня стану. Сейчас рыбу будут очень быстро разделывать, чтобы продать ресторанам уже готовую продукцию, разделанную, чтобы клиенты вообще не подвергались риску. В этом цеху работают исключительно лицензированные специалисты. Только они имеют право делать эту работу и разделывать смертельно опасную рыбу. Каждый из них отвечает за определенный этап разделки. Первый этап – отрубается голова. Доброе утро! Здравствуйте! Следующий эксперт отрубает плавники. Дальше следующий сотрудник отрезает хвост и снимает кожу. Ее едят сырой. Те, кто готовы рискнуть своей жизнью и здоровью. И ее можно поджарить тоже. Очень вкусно, говорят. Вот здесь, друзья, происходит самая важная часть работы. Эти люди, как саперы, если они допустят ошибку, то следствием будет смерть неминуемая. Вытаскивают глаза и потрошат рыбу. Рыба еще шевелится, и это тоже одно из важных правил. Разделать ее нужно непременно, пока она еще живая. Потому что, если рыба уже умерла, то яд быстрее распространяется по телу. Вы, наверное, сейчас ожидаете, что я буду тоже испытывать на себе эту профессию, что-то пробовать. Но это тот случай, где я не имею на это права. Потому что это будет, с точки зрения японского законодательства, уголовно наказуемым преступлением. Прикасаться к этой рыбе ножом имеет право только тот, у кого есть лицензия. У меня лицензии нету, поэтому я могу только наблюдать. Вы знаете, я считал, что повар или человек, который разделывает рыбу фугу, если он вдруг допустил ошибку и узнает, что его клиент умер от яда, он должен сделать себе харакири. Говорит, что мы должны харакири себе делать. Мы же не самураи. Отравишься? Иди к врачу, а на меня в суд подавай. Такие нравы жизни в современной Японии. Времена меняются, правила жизни тоже меняются. А вот теперь, друзья, очень интересный момент. Наблюдайте, что произойдет со всеми этими останками. Внутренние органы и глаза рыбы попадают в этот ящик. Он будет утилизирован. Все это будет сожжено, как радиоактивные отходы, потому что это действительно в чистом виде яда. Это самое опасное. Вот этот ящик, пожалуй, может убить целую армию людей, потому что яда тут даже страшно представить, сколько. Если в одной рыбе его достаточно для смерти 30-40 человек. Дальше, друзья, очень качественная и очень тщательная мойка. Сначала высоким давлением струей воды в ящиках. Ну а дальше вы даже не представляете, что происходит. Такое с рыбой обычно не делают. Специальная стиральная машина для рыбы фугу. И дело все в том, друзья, что на самом деле, если хотя бы одна капелька крови останется, в ней может содержаться яд. В 5 часов утра цех пустеет. И мы можем увидеть сотни уже готовых тушек. И также расфасованных по пакетам челюстей и прочих съедобных частей рыбы фугу. Все это не будет морозиться. Оно в свежем виде будет отправлено в ресторане и съедено сегодня же. Потому что каждый год японцы съедают 10 тонн рыбы фугу. И этот товар просто на расхват. Ну что, мы в принципе все прошли. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное за то, что позволили прикоснуться к прекрасному и ужасному одновременно. Я очень хочу испытать свою удачу и попробовать ядовитую фугу. Но готов съесть только ту, что поймаю лично. Мы в порту города Шимоносеки. И прямо сейчас нас ожидает самое экстремальное приключение сезона. Мы отправляемся ловить ту самую легендарную рыбу фугу. Рыбу, которую запрещено есть императору. Потому что она смертельно опасна. Доброй ночи! Здравствуйте! Как вас зовут? Танака. Танака. Очень приятно. Я Дима. Сегодня я буду вашим помощником. Давайте любые задания. Отлично! Добро пожаловать! Сколько лет вы уже ловите рыбу? 25 лет. Вы помните смертельные случаи за свою практику? Да, конечно. К сожалению, такое случается. Это очень ядовитая рыба. В ней содержится тетродотоксин. Это просто фантастически опасный яд. Один миллиграмм убивает человека. У вас блокируется дыхание, перестает биться сердце. И наступает страшная смерть. Страшная она тем, что вы остаетесь в сознании, но при этом вы не можете дышать, и ваша кровь не циркулирует. Да, это правда. И на самом деле мы называем эту рыбу фуку. Фуку. А слово фуку по-японски значит счастье. Получается, съел, не умер. Вот тебе и счастье. Давайте ловить счастье сегодня. Десятки кораблей выходят из порта одновременно. Сезон очень короткий, конкуренция огромная, а ставки высокие. Тут идет настоящая битва не за рыбу, а за огромные деньги. Работают обычно семьями. Жена капитана корабля. И на самом деле самое интересное, друзья, что доченька тоже каждый день перед школой идет и помогает родителям ловить фугу. С первыми лучами солнца глава семейства закинул наживку в воду. Как и в обычной рыбалке, далее следует терпеливо ждать, пока опасная рыба клюнет. Есть первая добыча, первая рыба фугу. Она надулась, она очень агрессивная сейчас. После того, как рыба поймана, капитан проводит очень жестокую процедуру, на которую больно даже смотреть. Это выглядит, конечно, очень жестокое, но первое, что делают с фугу, когда ее поймали, это отрубают ей зубы. Потому что зубы как ножи, смертоносные зубы. И если тебя укусят, то тоже может попасть яд. Самое главное, друзья, ни в коем случае не прикасаться к глазам. Глаза очень ядовитые, в них тоже содержит токсин. И прикоснуться к глазам – это смерть. Лет 200 она вообще была запрещена, потому что отравилась группа самураев. После праздничного ужина они просто все умерли. И после этого больше двух сотен лет эту рыбу было запрещено ловить и есть. Потом все-таки снова разрешили, но сегодня есть особенность. Сготовить вот этого красавца имеет право только лицензированный повар. К большому сожалению, противоядия от фугов не существует. А вам вообще не страшно свою доченьку маленькую брать на такую рыбалку? Она у нас хорошо знает, как себя вести с опасной рыбой. Тебе сколько лет? Скоро 9. Страшно? Я уже взрослая и не боюсь. Я даже сама рыбачу. Давай ловить вместе. Фугу любит кальмаров, поэтому в виде наживки мы используем кальмара. Он крепится в верхней части крючка возле груза большого. А вот сам крючок. Почему он такой большой? Нет, фугу совсем не загладывает его целиком. Просто она начинает есть кальмара и цепляется животом за крючок. Лови, фугу большая и маленькая. Однако мой первый лов был довольно неожиданный. Это кто? Это осьминог? Смотрите, он присосался к столу. Его щупальцы, видите, хватаются сразу и присасываются. Пойди достань еще. Смотрите, какой красавчик. Это вот, пожалуйста, я кладу палец, смотрите. Сразу раз, 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 раз. И пошел, пошел, пошел. Давай, давай. Туда, 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 в водичку. Вот необычный лов. Но сюда мы приехали не за осьминогами. Я снова забрасываю огромный крюк с кальмаром и где-то через полчаса все-таки ловлю самый опасный морской деликатес в своей жизни. Есть, 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 есть. Помогают подсеку. Ого! Вот это я поймал. Есть, 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 ура! Вот это шарик. Надулась. Действительно, похоже на глобус, на шарик. И, кстати, таким внешним видом она отпугивает своих врагов. То есть надуваясь, она способна отпугнуть даже акулу. Потому что умная акула знает, не дай бог проглотить фугу. Теперь нужно отрезать ей зубы. Боже, бедная, прости меня, пожалуйста. Прости, господи. Я стоматолог для фугу. Я вырвал ей зуб. Хватка, конечно, очень сильная. Но вот зубы большие, да, достаточно. Вот посмотрите. Острые. Вам не жалко этих рыбок? Нет. Им же нас не жалко. Видите, а мне почему-то жалко, не знаю. Понимаю, что опасные, ядовитые, но все равно очень жалко. Есть еще один немаловажный фактор. Фугу, в принципе, каннибалы. То есть они поедают себе подобных. И если зубастых выбросить в бассейн, они пожирают друг друга. Сегодняшний день для семьи Танака стал очень удачным. В бассейне плавает 20 смертельно опасных рыб. Если повезет, то завтра утром на аукционе они смогут выручить за этот улов в среднем 10 тысяч долларов. Но как бы дорого не стоила рыба, у этих рыбаков есть традиция. Одну оставлять для семьи и съедать прямо на судне. Сырой. Меня согласились угостить в обмен на украинские сувениры. У нас вот есть давал. Понравилось? Горячо. Давай фугу на закуску. Что, мы будем есть фугу? Прямо на корабле? Это вот то, друзья, чего я боялся больше всего на свете. На самом деле, по статистике, 80% смертей приходится на рыбаков, которые съели рыбу, самостоятельно разделанную на корабле. Без лицензии. Вот еще к нам присоединились коллеги. Здравствуйте. Как вас зовут? Оя. Сейчас господин Оя будет разделывать эту смертельно опасную рыбу. И я, возможно, рискну впервые в жизни ее попробовать. Вообще, это, друзья, жутко неправильно. Фугу в Японии имеют право разделывать только специалисты, которые прошли многолетнее обучение. Все, что съедобное, бросаем в ведро. Плавники тоже съедобные? Плавники очень вкусные. Если их пожарить и потом бросить в саке. Самое главное, что нельзя есть и что ни в коем случае нельзя зацепить, разрезать. Самое опасное – это молоки, икра, печень и все внутренние органы рыбы. Поэтому я очень аккуратно режу, чтобы не зацепить их. Ну вот, пожалуйста, мы сейчас можем видеть, собственно, уже самое страшное. Вот кишки, вот печень. И вот в них, друзья, 40 смертельных доз для человека. И этот яд в сотни раз опаснее, чем цианисты калий. Вы знаете, на самом деле же можно зацепить нечаянно краешком ножа внутренние органы, и яд капнет. Вот это печень. Очень опасная. Считается, что к смерти приводит одна малейшая ошибка. То есть, если ты краешком ножа зацепил орган, который заражен ядом, если кровь, в которой присутствует яд, тоже попала на мясо, все это может стать причиной фатального исхода. Не переживай. Знаешь, сколько я уже фугу разделал. Еще никто не умер. Мне было не по себе. Мало того, что мой шеф-повар без лицензии, так еще и ядовитую кровь смывает просто в ведре с водой. Для меня это первый кусочек фугу в жизни. Я знаю, что именно рыбаки чаще всего допускали ошибку и погибали, но отказаться не могу, потому что это я проявлю неуважение. Просто кушать сырую? Да. На самом деле, первый случай отравления смертельного фугу был зафиксирован еще в журнале капитана Кука в 1774 году, когда кто-то из экипажа тоже смертельно отравился рыбкой. Господи, помоги. Достаточно жестко. Пресная. Напоминает желе по структуре. С чем бы ее сравнить? Знаете, просто настолько страшно, что у меня даже речь отнялась. Ну, это не соленая, достаточно приятная на вкус рыба. Представьте себе не соленую селедку, такую, достаточно жестковатую. Это будет фу. В чем прикол, что-то, наверное, не понимаю. Почему она стоит так дорого? Зачем рисковать? Ну, в общем, друзья, наступить смерть может где-то через 10 минут. Я съел, прошло уже минуты 4. Так что буду надеяться, что еще минуты 6 пройдет, и все будет хорошо. Смотрите в следующих программах. Только ради того, чтобы показать вам изнанку Японии. Мы покажем, что прячется в тени цивилизации. Почему в Японии продают детей и жены. Мамока получает зарплату, вот, например, за сегодня? Получает. И при жизни ложатся в гроб. Как там в гробу? Дмитрий Комаров узнает, как в Японии найти любовь. Все кланяются большому члену и выражают ему свое уважение. И испытает на себе. Испытывает, так испытывает. Родная, дорогая. нереальную любовь. Как, друзья, моя первая свадьба. Мы познакомимся с супругами, которые доказывают, что настоящая любовь способна творить чудеса. Действительно, любовь правит миром. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok